Добрый день! В этот раз мы рассмотрим конструирование главной страницы курса с применением автоматизированной подстановки описаний, изображений и заданных категорий курса. Все остальные вопросы связаны с ходом, с регистрацией, с поиском и так далее. Мы сейчас рассматривать не будем. Итак, мы видим, что согласно заданиям была поставлена задача создать на главной странице категории, в которых разместить некоторые курсы, обращая внимание, курсы по списку, хотя они могут формироваться здесь автоматически. И в этих курсах есть описание. У некоторых курсов нет описания. Я бы, конечно, мог сам их написать, но лучше это сделать вам самим, потому что вот многие описания делал я сам, но я не уверен, что я делал правильно. Итак, рассмотрим порядок настройки главной страницы администратором LMS Moodle. Необходимо войти под учетной записью администратора. И мы видим то, что видит администратор. Обратите внимание, что вот этот раздел я формировал вручную. Да, он красивенький, он симпатичный, но очень трудоемкий, поэтому я его показал, но скрыл. Это ручная работа. Сейчас вы увидите, в чем разница. А вот эти автоматизированы. У администратора сайта есть вот эта волшебная кнопка Front Page Builder. Построитель или конструктор главной страницы. Итак, здесь мы сейчас увидим готовую секцию. Можно добавить еще одну, но вот уже одна секция добавлена, состоит из рядов. В них есть колонки, в колонках есть элементы. Сейчас вы научитесь их делать. Например, необходимо добавить категорию с автоматическим наполнением всех курсов. Это называется Add Row. Добавить ряд. На главной странице появится ряд. Тут платформа спрашивает, сколько будет колонок. Две колонки, три, четыре, тоже три, но средняя покрупнее, две левая покрупнее. Это все можно регулировать. Это соотношение сторон. Итак, выбираем одну колонку. Вот она появилась. Потому что там будут автоматически собираться какие-то курсы. В настройках этой строки можно назвать, что это заголовком и будет называться пробная категория. Мы ее потом удалим. Это для учебных целей. Вот этот текст появится на главной странице. В настройках колонки ничего не меняем, но для администратора можно написать, чтобы не путаться, что это проба. И здесь необходимо добавить элемент в эту строку. Мы хотим добавить курсы. Все остальные пока не будем. Мы только говорим о курсах. И здесь в настройках показа курсов написано показывать все категории, показывать все курсы, содержимое курсов на страницу по умолчанию 8, метка администраторов. Это то, что видит здесь в настройках администратор, чтобы не запутаться. Размещение может быть колонками, а может быть каруселькой. Будет крутиться автоматически. Оставим пока колонки. Если выбираем карусель, то можно выставить другие значения анимации. Можно выставить стоимость, в том числе рубли. Не вижу, где тут рубли. Не вижу. Вот они, можно рубли, а можно ничего не выставлять. И в стиле задать некий готовый симпатичный стиль, но не будем пока услаждать. Оставим все так, сохранить. И все, сохраняем изменения и смотрим на результат. Открываю главную страницу и смотрю результат. Тут ничего не изменилось, ничего не изменилось. И вот появилась пробная категория. Вот как она выглядит. То есть, автоматически этот ряд собрал все курсы, которые имеются на всем сайте. Вот они у вас так выглядят. Итак, задача решена. И осталось удалить эту лишнюю категорию. Прежде чем я ее удалю, здесь необходимо посмотреть на следующие важные детали. Вы можете задать не все курсы, а выключительно, include. И написать номера этих курсов, если вы их знаете, для какой-то выборки. Вот я сейчас не помню, грубо говоря, вот такие вот. Номера ввожу и нажимаю сохранить. Только не карусель, а колонкой, чтобы оно стояло на месте. Колонкой вот так вот. Сохранить изменения и получаем следующее изменение. Обновляю страницу. И моя пробная категория, вот она нашлась. Вот это 21 курс, 20, 5. Сразу администратор может их редактировать. Вот это вот немножко неудобно. Здесь кнопка подробнее. Тут их нет. Можно эту опцию изменить. Давайте вернемся назад. Вот в настройках этой опции. Можно указать. Не кнопка подробнее, а целую ссылку. Сохранить. И тогда кнопки уберутся. Обновляю. Все, кнопки исчезли. То есть, переход на курс. Просто появляется активная ссылка. Так вот немножко. Покомпактнее. Без лишних кнопок. Есть и другие настройки. Вы можете их посмотреть сами. Интуитивно понять, что там есть. Но это уже ваше творчество. Вы решили главную задачу. Вы научились сами формировать категории курсов. С включением или всех, или выборочных номеров курса. Спасибо за внимание. Я удаляю. Remove. Эту категорию. Обновляю страницу. Ее нет. Этой категории нет. Желаю удачи.